Добрый день. Доброго дня. Доброго дня. Все, наверное, попрошу отключить камеру аккаунт BCS Support, который транслирует в Zoom, прямо обратно в Zoom. Благодарю. Добрый день. Витаем вас у всех на презентации полиси-бриф по выниках экспертного семинару «Беларуско-украинский экспертный диалог будущего двухбоковых отношений». Нагадываю, что в конце 2022 года были проведены 4 тематические панели, присвященные наибольшим важным направлением двухбоковых отношений между Украиной и Беларусью. Гэта правы человека, грамадская думка, удел Беларуси в войне суперць Украины и относены у сферы гандлю и энергетики. Выники проведенных дискуссий, проставлены у полиси-бриф, где кроме экспертных отзнак пропанованы так само рекомендации для полиси-мейкеров, а так само для экспертной и медае супольностей. И у нашей сегодняшней презентации примуть удел Вадим Мажейко, кандидат к культурологии, координатор беларусской экспертной сетки «Наше мнение» и соаутор полиси-бриф. Вадим, витаю. Привитание, Антон. Привитание, коллеги. Роза Турарбекова, кандидатка историчных наук, аналитик беларусской экспертной сетки «Наше мнение» и соауторка полиси-бриф. Роза, добрый день. День добрый. Ярослав Черногор, кандидат историчных наук, директор программы российской и беларусской студии «Украинской призмы». Ярослав, витаю вас. Витаю вас. И Сергей Герасимчук. А, ци, дарэч, ци знаме сёня Сергей. Не, мы там занем. Добро. Сегодня у нас Павло. Да, замес Сергея у нас Павло Рась. Так сама соорганізатор нашого экспертного феминара. Дякую великі за допамогу, Вадзім. Итак, сёня у нас Павло Рась. І нагадую, што рабочая мовы нашай дискуссій – гэта беларуская, украінская, російськая і англійськая. І те, хто слухаець нас у зумі, я рекомендую, калі вы хочете чуць нас па англійську і ўсё чуць па англійську, я рекомендую включыць мову інгліш, і она так называецца там. І калі вы хочете чуць нас на ўсіх іншых мовах, то можэць выбраць іншую опцію, якая вось у вас там ў перакладзе. Нагадую, што пераклад у нас ў зумі доступны. І так сама ў чаті вы можэць нам задаваць ваше пытанні, альбо прасіць слова на любых з рабошых мовоў дэскусі, гэты нагадую знову беларуская, украінская, російськая і англійськая. Так сама, калі вы хочете задаць пытанні, альбо нейкуў репліку, ў нас будзе для гэтага час пасля выступу нашых спікераў. І вы можэцць так сама задаваць ваше пытанні голосам, падымаеці руки, вогалі дайте нам знаць, што вы хочете нешто сказаць вось. І падшать я хачу з того, кад перадаць слово працтавніку фонду Эберта па Беларусі, Кристоферу Форсу, який скажа ўступные слово. Кристофер, калі ласка. Большое спасіба. Столько-столько языков, всё недоступно. Хотелось бы вас приветствовать сегодня от имени нашого фонда, Ридиха Эберт. Я, в принципе, думаю, что очень хорошо, что мы сегодня проводим это мероприятие, потому что война в Украине продолжается, и понятно, что небольшой уровень доверия между украинцами и беларусами, даже между экспертами, которые стараются быть аналитиками, аналитическими, но всё непросто, потому что беларуский режим продолжает играть свою роль в этой войне. Я очень рад, что в 2022 году у нас были встречи в похожем формате, которые подготовили встречу сегодняшнюю. В принципе, результаты наших предыдущих встреч можно и скачать от нашего сайта, нашей библиотеки. Вы уже видите ссылку в чате. Хотелось бы повторить наших экспертов сегодня из фонда «Наше мнение», которые продолжают нам помогать. И я уверен, что подобные встречи очень важны для таких времён, когда дипломатические контакты практически отсутствуют, и любой диалог — это непростое предприятие. Нужно концентрироваться на нескольких областях, а не полностью покрывать одновременно весь спектр белорусско-украинских отношений. Мы поговорим о общественном мнении, о динамике взаимоотношений, о военном развитии и, конечно же, об отношениях в сфере торговли и энергетики, потому что это очень важные аспекты в текущих условиях, в условиях которых украинскому правительству нужно очень многое сделать. И Беларусь продолжает, несмотря на то, что демократические силы сражаются, Беларусь продолжает управляться недемократическими властями. Надеюсь, что некоторые рекомендации, которые сегодня будут презентованы и обсуждены, в какой-то момент, на каком-то уровне, повлияют на ситуацию. В конце концов, Украина победит, а будет взаимодействовать с демократической Беларусью. Поэтому, ну, до этого мы должны еще встречаться так и проанализировать ситуацию. Потому что каждая встреча влияет на движение вперед. Большое спасибо коллегам, Тарасу, в частности, и нашей аудитории. Спасибо большое. Спасибо большое, Кристофер. Ну и давайте начнем непосредственно с презентации. И, вот им парад, кое-каким были заявлены, кали ласка, подчнем с Вадимом Ажейки. Вадим, кали ласка, тебе слово. Спасибо, Антон. Нарештый сегодня на плацовке пресс-клуба мы знаем о том, не как коллеги-модераторы, а в разных ролях. Сегодня я спик над модератором только Антон. And, first of all, I want to say thanks for first of all, хотелось бы померить Кристофера, потому что потому что легко говорить о социальной демократии и таких вещах, но не так просто сразу обсуждать белорусско-украинские отношения, чувствуя ситуацию и войну. Поэтому, мне кажется, очень важно, что ваш фонд поддерживает наше начинание. Я очень благодарен за украинские призмы, которые с нами в общем сфотографировали и будем протягивать надалей сфотографироваться. Потому что, сфотографировали, я так само, когда мы придумали эту тему для действий, я понял, что белорусско-украинский диалог сейчас не то, что было бы России за все работать, но это то, что мне подается надзвучно важным. Потому что, не смотря на то, что мы понимаем мову один одного, и украинские сфотографии могут сейчас понимать, что я говорю по-белорусски, и мне также очень сложно попробовать сказать украинскую, которые друзья из украинского говорят, что решено очень плохо отремливается, и по-русски мы все тоже можем говорить, но несмотря на это, казалось бы, столько возможностей для взаимопонимания, тем не менее, как мы видим, с начала войны взаимопонимания стало сильно меньше, и поэтому очень важно пытаться на тех площадках, где это все-таки возможно, это взаимопонимание выстраивать. Поэтому мы, как русскоэкспертная сеть, наше мнение, также очень благодарен моей коллеге Рози, с которой мы все это делали, обязательно будем продолжать, что мы все вместе этим занялись, и действительно у нас проходило, как уже говорили, четыре панели экспертного семинара, уже называли эти темы, две из них представлю я, и две представят также Роза, и я напоминаю, что этот наш полисебриф, аналитическая записка, уже опубликована и в библиотеке Фонда Эберта, и на сайте Белорусского экспертного сообщества «Наше мнение», nmn.media, главные страницы это есть, поэтому те, кто захочет подробнее ознакомиться с текстом, также можете это сделать, попрошу Антона, может быть, даже, зайди, пожалуйста, на наше мнение, отправь в чате ссылочку еще раз, чтобы все желающие могли увидеть подробнее, и я расскажу только очень кратко об основных выводах двух первых экспертных панелей, и действительно занимаясь вот такой острой темой поиском диалога в непростое время, мы решили также сразу по фрадкору начать с темы прав человека, которая, с одной стороны, особенно непростая в такое время, как сейчас, но, с другой стороны, мне кажется, что human rights based approach, если когда-то он особенно и необходим, то это как раз во время войны, помнить вообще, как должен выглядеть монетизизованный мир, где основой является право, и где основой являются права человека, и мы обсуждали как ситуацию с правами белоруса в Украине, так ситуацию с правами украинцев, украинских граждан в Беларуси, спасибо, Антон, вот уже есть у нас в части ссылка на подробные выводы, и то, что безусловно здесь объединяет и белорусских, и украинских граждан, это проблема с документами, потому что с одной стороны мы видим, как белорусские граждане, которые оказываются в Украине, по самым разным причинам сталкиваются с невозможностью оформить себе какие-то документы на пребывание в Украине, временные или постоянные виды нажительства, фактически не работают, либо крайне усложняются прописанные в законах нормы, и кто-то сталкивается с тем, что его документы в процессе рассмотрения были уничтожены российской ракетой на востоке Украины вместе со всем государственным органом, который этим занимался, и с этим примером особенно очевидны те объективные трудности в условиях которых это сейчас происходит, но в то же время конечно очень важно чтобы были выработаны какие-то четкие правовые механизмы как ситуацию решать, а это не отходило на откуп просто решению какого-то отдельного бюрократа или пограничника, который может руководствоваться своими разными соображениями, а все-таки должны быть правовые нормы и понятно, что оставлять людей в таком подвешенном состоянии это никак не является хорошей практикой и точно так же с этой проблемой сталкиваются и граждане Украины Беларуси, которые эксперты на панели обсуждали чаще всего оказываются Беларуси без надлежащих документов если они уезжают с оккупированных территорий через Россию и Беларусь опять же скажем нет хорошей жизни они это делают и дальше сталкиваются с тем что очень не могут либо очень затруднено оформить посольство Украины в Минске необходимые документы потому что посольство Украины тоже в общем вроде бы обоснованно говорит что они не понимают кто эти люди и мне казалось так что это просто засланные диверсанты которые потом с этими документами через Европу вернутся в Украину но в то же время очевидно что необходимо вырабатывать какие-то механизмы чтобы эти люди не оказывались в совершенно тяжелой адовой ситуации прямо скажем и так бегущей от войны поэтому необходимые прозрачные и инспектированные в документах процедуры и обсуждая в том числе с правозащитниками эти вопросы мы пришли к выводу что полезно будет вот все это не только и только говорить там белорусским украинским властям но в то же время обращать на это внимание закладчиков ООН вот у нас здесь что-то зовут наис Марин добрый человек в Белоруссии добрый день наис но также обращать внимание закладчиков ООН по вопросам национальных меньшинств кои являются в Белоруссии белорусы в Украине и также необходимо коммуницировать в принципе с собственными правительствами и также говорить им об этой проблеме в том числе для того чтобы возможно эти проблемы удавалось лучше решать потому что тоже на что обращаю внимание правозащитники важно не только говорить про агрессоров про разделение например режима Лукашенко и белорусов но также обращать внимание на то что в общем существует международные обязательства в сфере прав человека которые просто необходимо выполнять и понятно что если мы говорим про режим Лукашенко то немного смысла апеллировать к нему он в общем и не декларирует что собирается сильно своих международных обязательств придерживаться но в отличие от режима Лукашенко очевидно что совсем другая ситуация с украинскими властями и здесь эти аргументы могут иметь вполне смысл и с ними все в порядке и так само не зацикливаться на в основах только ситуации с правом человека и не затягивать наш час я бы хотел перейти снова до другой панели где мы казали про громадское маркование беларусов и украинцев один про одного и это тое с чего я немного начинал что не клядя быцем быцем на все разумение всех наших мобов региональных не глядя на это дерьми бракое паразумение помеж громадскими и четково беларусы и украинцы просто находятся у пастки того что быцем находятся побач быцем маю что есть и человеческие контакты у кого семейные а кто просто на закупы ездил не грязь на это у громадства Беларуси и Украины замрэч изнуе вельми шмат неразумения один одного мифов особливо неразумения того как працюет политическая система и заправды разного успремания исторических подзеев мы таксам побачили что раз относно войны про гэта певна певна на конту отчування войны контекстов кем лягу подзеев 14 года насколько по-разному беларусы и Украины это разумеют и ацюль цэ правды складанасць адносно таго як нам выходзиць хоть на некий не толькэ диалог але и грамадская паразумяння и таксамэ и таксамэ не толькэ неразумяння беларусами украэнскай системы но и восьты уявлэнні ва Украине якія досць паспехово формировала беларускай пропаганда пра Лукашэнку якія прыводзіля до того што был досць популярным палитэком ядомэ што самэ идеальны варянц для грамадская паразумяння это спынэння вайны тут не трэба хаваць што ёсць некие складанны шляхи не чылях такан разумелы але крамя таго рельма важна каб пачинаўся і интенсифі каваўся диалог паміш эффективным Киўам і тымі акторамі які сьоння праставляюць беларускай грамадская ведома што ў ма бачамі ку Киўа прастей і пачатку было прастей вісты диалог напрык за кулком Калиновскага бо он стал там зразумелый актор для украинского грамадства і вельмі пріемно назіраць як з тых часоў калі адбывався наш экспертный семінар як з тых часоў стался ўсюш такі болі значна болі контактаў із іншымі грамадскым акторамі ў Беларусі з боку Украіны так гэта дагатуль нелёгкім працэс і дагатуль складаны і там істануюць розны пылитыжныя вакул гэта конфликты але гэта ўжо лепі і спадзіямся што гэта диалог саправды актораў бо тые темы які можы здаюцца для Беларусаў не над важными напыклад казаць што будзе будычыні ў новай Беларусі з тымі беларусамі які зараз воююць напыклад ў складзе російськіх праватных вайсковах кампаній суперць Україны можы для внутры беларускай палістики гэта не самая важная тема а ваще казалі украинскія калегія напыклад им было б важна калі пытаеш Тихановская зрабіла заябу што для такіх людзей не будзе амністы і паумні здацца так сама важна каб беларускія палістыки ў тымлі кудда украинцэв зверталіся за консультаціями не толькі та беларускіх експертам але й да украинскіх і каб лепі разумець гэта контекст і адпаведна калі зараз ваще ну вогалі вайне для Україны важна не толькі вернуць сваю вернуць сваю тараторію але ў вогалі пыўніцца што Украина будзе ў безпешны ситуація і паумні такія падзіні як зараз не будзе паумні адпаведна важная гранта што не будзе агрэсі з тараторію Беларусі як ўжо Украина пабачала колькі режиму Лукашэнкі не здольны такія гаранты виконуваць навад калі такія адпаведна сістэму яка будзе гарантаваць Україні такую неабходну безпеку і ёйны гаранты исполначы вогаля могуць быць толькі супернікі Лукашэнкі реклады ніё і тамон такої штацыі вибудовування гэтага дайалогу таксама і для Україны ёсць стратегічна важна боталки гэта депомагае досягнуть гэтага вельмі важного для України фактора і наприкінці я б свого виступа певно хотів би завлажить што коли ми приходили до цього диалогу коли ми пообщинали то я чекав шо це буде шіро кажучи я чекав шо це буде гірш я чекав шо буде більш якісь конфліктів ні перезумінь якихсь таких дуже емоційних спречок у ефірах навіть у закритих але ні я побачив шо якщо професіонали з одного сектору як нас з заслідчого сектора починають спілкуватися то це гарантия вигудови ці понаймість коли не гарантия але можливість вигудови якогось диалогу і порозуміння і поэтому я надіюю што ось цей опит нашого белоруско-українського ми не пыталися схватити сразу все ми говорили в узкогруппі об узкому темах і це було продуктивно я дуже надіююся що більше буде таких диалогів в нашому исполненні і в исполненні колег і це буде способствувати білорускою українську мову мову Я с этой идеей покинула Беларусь 29 марта, когда я пересекла границу, прибыв в Вильнюс, и большое спасибо нашим белорусским друзьям в Литве, которые приняли меня и мою семью. Одним из первых звонков я сделала звонок Геннадию Максаку, главе украинской «Призмы». А в это время, как вы знаете, ракеты, бомбы летели, и не только ракеты, бомбы и танки шли. Вот. И я набралась, извините меня, наглости с тем, чтобы предложить это Геннадию. Вот. И я сейчас хотела бы в первую очередь поблагодарить своих украинских коллег и украинскую «Призму» в целом за то, что они согласились с нами это сделать. Мы это сделали осенью 2022 года, и описываемые прогнозы, они относятся как раз именно к ситуации 2022 года. И, честно говоря, я боялась, что это уже устарело, но на самом деле, как выясняется теперь уже, это все еще актуально, и вы увидите, почему. Почему? Вот. Это первое, что я хотела сказать. Второе, почему мы выделили эти четыре темы, как нам показалось, они на тот момент были наиболее важными. Я имею в виду права человека, это всегда важно. Я имею в виду общественное мнение, которое претерпело кардинальные изменения, особенно что касается украинского общества в отношении белорусов и Беларуси. И третья тема, конечно, что касается вопроса участия и соучастия белорусского режима в этой войне и в дальнейшем, какие могут быть по этому поводу прогнозы. Третья тема – торговля и экономика. Даже были сомнения относительно того, что делать эту панель или нет, потому что создавалось ощущение и впечатление, что торговли в принципе нет. Но, как показала эта панель, хорошо, что мы собрали экономистов. Оказалось, что ситуация не столь однозначная, как могло бы показаться даже тогда. То есть торговля сохраняется в очень малых размерах, но она есть. Это был хороший экономический холодный душ. Спасибо и нашим коллегам, которые приняли участие во всех этих панелях. Благодарю и украинских, и белорусских коллег. Мы старались придерживаться принципа паритетности. То есть половина панелей проводили белорусские эксперты, независимые. Вторую половину проводили украинские эксперты. В каждой панели мы также пытались придерживаться паритетного начала. Нам это удалось. Единственное, что нам, может быть, не всегда удавалось придерживаться принципа гендерного равенства, хотя мы его заявляли в проекте и старались максимально его соблюдать. То есть в этом смысле он является взвешенным и во всех отношениях проектом. Ну и теперь позвольте мне представить результаты работы второй и третьей панели. Я поделюсь с вами своей презентацией. Сейчас, секунду. Так, я, к сожалению, сейчас... Извините. Сейчас, секундочку. Я неправильно поставила. Так. Скажите, пожалуйста, видно ли вам презентация? Нет, Роза, пока... Да, я... У меня тут просто... Ну, Роза, пока, да, пока Роза настраивает демонстрацию экрана. Может быть, да, разуточнил про участников наших панелей. Правда, по гендерному вопросу. Продукционно могу сказать, что, безусловно, для гендерного равенства со стороны экспертной сети наше мнение мне не хватало и продолжает не хватать моей коллеги Валерии Костюговой, которая сейчас является политзаключенной, приговорена к 20 годам лишения свободы за свою деятельность и физку аналистика. Но на презентации нам мы приглашали всех участников экспертных панелей, но нам, конечно, не хватает одного из участников панели «Права человека». Олега Гулакак, который, к сожалению, уже нет с нами. Поэтому это совет на память Олега, свободу Валерии Костюговой и, Роза, настроена презентацию себе слова. Спасибо большое. Вторая секция, вернее, вторая панель нашего закрытого экспертного семинара называлась вот так «Участие Беларуси в войне против Украины. Военные потенциалы и возможные последствия». Были предложены для обсуждения три блока вопросов. Вы видите их на экране. В частности, почему Беларусь стала плацдармом для вторжения российских войск в Украину? И были ли украинские власти в полной мере готовы к такому развитию событий? Второе. Обладает ли Российская Федерация достаточным влиянием для того, чтобы привлечь войска ОДКБ для войны против Украины? И готовы ли страны-члены организации содействовать Кремлю в достижении его целей? Третий блок вопросов, или вопрос третий. Какие действия стоит предпринимать военно-политическому руководству Украины, чтобы минимизировать риски возможного использования войск в Республике Беларусь? И, отвечая на первый вопрос, мнения украинских и белорусских экспертов фиксировались раздельно. Иногда они совпадали, иногда они расходились. Поэтому я, в общем и целом, старалась придерживаться вот такой принципа репрезентативности, тех точек зрения, которые прозвучали на наших панелях. Ну и, по мнению одного из украинских экспертов, для России было крайне важно связать белорусское руководство кровью. Это было необходимо, по мнению этого эксперта, не столько со стратегической военной точки зрения, сколько с политической. Так как Лукашенко озвучивал достаточно противоречивые заявления. И, кроме того, в чисто военно-тактическом плане, конечно, вот этот фактор того, что географически Киев ближе к белорусской территории. Белорусские эксперты, они обращали внимание на то, что с 20-го года зависимость Лукашенко от российских властей в таких принципиальных вопросах, как война и мир, усилилась. Один из участников дискуссии отмечал, что если бы Путину понадобилось присоединение белорусской армии к войне, еще в феврале она бы это сделала. Белорусская сторона, с другой стороны, это не снимает ответственности, да, с белорусской стороны. Белорусская сторона не сделала ничего для того, чтобы предотвратить это вторжение. Ну и при определенном анализе самого процесса организации, учения и вторжения, этот анализ показал, что это стало результатом не одностороннего давления со стороны России, а это стало результатом определенного, возможно, непропорционального, но компромисса. Русские получили плацдарм и довели масштаб учений, так называемых, докорпусного уровня вместо бригадного, а белорусский режим настоял на своем времени провести это в феврале, а не в марте. Дело в том, что режим Лукашенко остро нуждался в поддержке во время проведения референдума, и таким образом в этом и заключается, собственно, компромисс между ними. Отвечая на следующий вопрос, вернее, на третий вопрос, потому что по второму вопросу расхождений не было, оценка относительно ОДКБ была однозначна, касаемо того, что ОДКБ – это не та организация, и страны-члены ОДКБ не будут в полной мере вовлекаться на стороне России, что, собственно говоря, экспертное мнение, которое было высказано в ноябре 2022 года, сегодня практически очевидно всем. Что касается третьего вопроса, то вот вопрос относительно того, как может дальше использоваться Беларусь как территориально или войска Республики Беларусь, и что сделать украинскому руководству для того, чтобы минимизировать эти риски использования войск Республики Беларусь. Вот здесь представлены наиболее яркие точки зрения украинских и белорусских экспертов. По мнению украинских экспертов, еще раз повторюсь, эта ситуация на ноябрь 2022 года, поскольку атаки беспилотниками и удары по критической инфраструктуре на западе и северо-западе Украины осуществляются непосредственно с территории Беларуси, в ответ могут быть предприняты меры, например, аналогичные действиям в отношении Курской и Белгородской властей, взрывы, работы диверсионных групп. Возможно, будут задействованы дроны Камикадзе, дальнобойная артиллерия. В фокусе могут оказаться аэродромы, критическая инфраструктура, в частности, железная дорога. То есть мы, в принципе, украинских экспертов спрашивали, что будет в случае, если, да? И вот они отвечали на этот вопрос. Кроме того, участники подчеркнули, что Россия, России вообще было бы выгодно втянуть беларусов в операцию на севере Украины на тот момент, тем более это тот момент, когда российская армия терпела очень серьезное поражение, я имею в виду, в первую очередь, взятие Херсона. Украинская сторона, по мнению экспертов, будет воздерживаться от провокации в отношении Беларуси. Но если на территории Беларуси будут сформированы ударные группы, то украинские эксперты подчеркивали, конфликт станет неизбежным. Что касается беларусских экспертов и их видения на ситуацию на тот момент, вероятность обстрелов сохраняется, физическим препятствием является недостаток ракетного вооружения у российской армии, запасы ракет, произведенных до начала вторжения, были исчерпаны. Тем не менее, как подчеркивал один из беларусских экспертов, ракетное производство России было загружено уже на 100%, но, по его мнению, точность новых ракет будет гораздо ниже из-за отсутствия необходимых западных компонентов. Рекомендаций, которые высказали украинские и беларусские эксперты, на самом деле их было не очень много, потому что ситуация в целом продолжает оставаться напряженной. И что меня порадовало, что эти рекомендации почти совпали. Было рекомендовано в первую очередь лучше информировать и понимать, что происходит на местах, это имеется в виду украинские рекомендации, обращать внимание на то, как могут развиваться отношения, что будет после войны, рассматривать сценарий на будущее, каким образом мы хотим видеть эти отношения потом, по самым разным вариантам, чтобы быть готовыми к будущему в различных направлениях. Беларусские эксперты предлагали при работе экспертов, в первую очередь, со СМИ, а также в комментариях, сосредоточить свое внимание на том, что нас объединяет, избегать разобщающих нарративов. Также высказывали необходимость оценки и анализа текущего момента, не эмоционально, для того, чтобы выделить тренды, на которые можно рассчитывать в будущем. Ну и второе, также совпадающее, рекомендация, совместное конструирование, видение вариантов будущих отношений между двумя странами. Но это была бы не дискуссия, если бы там не появились вопросы, которые не были предусмотрены нами, когда планировалось мероприятие. И вот разгорелся спор по поводу вопроса, является ли Лукашенко самостоятельной фигурой, является ли Беларусь оккупированной страной. Здесь высказывались очень разные, буквально даже полярные точки зрения, не только по линии украинские и белорусские эксперты, но и внутри, скажем так, между украинскими экспертами тоже были разные оценки. В частности, вот один из экспертов утверждал, что Беларусь является оккупированной страной, роль Лукашенко сводится к роли наместника. Основным аргументом был эффективный контроль над территорией, которая осуществляется не белорусскими, а российскими властями. Другой эксперт, украинский эксперт, поддерживал позицию того, что Беларусь де юре, скорее, еще не оккупированная страна, так как есть разные характеристики эффективного контроля над территорией. Исходя из ответа на вопрос о том, чем считать территорию Беларуси, в конечном итоге, таков был мой вывод, оккупированной страной или самостоятельным субъектом может вырабатываться и стратегия Украины. К тому времени некоторые из украинских экспертов отмечали, что такой стратегии еще нет, так как нет консенсуса относительно как раз именно этого вопроса. Позиция Украины в отношении Беларуси была описана следующим образом. Есть отношение к Беларуси как к угрозе, которая исходит с ее территории. Сформировалось понимание, что не все так просто, не просто с процессом принятия решений в контексте отношений между Кремлем и Минском. При этом нет определенной позиции как в отношении Лукашенко, так и в отношении Тихановской. А белорусские эксперты высказали следующее мнение. Относительно зависимости Лукашенко от России, по их мнению, эта степень зависимости варьируется. Но отмечалось, что он заявлял, что российские войска находятся в Беларуси и по его приглашению действуют с его согласия и распоряжения. Это его политическая позиция, которая должна иметь политические и юридические последствия. Также была информация о том, что запрашивалось возобновление работы белорусского посольства в Киеве в октябре 2022 года. И по мнению одного из экспертов, ситуация могла быть описана следующим образом. Лукашенко стоит перед двумя портретами, на одном Муссолини, на другом Франко. И он до сих пор не может выбрать, чей портрет ему нравится больше. И еще один вопрос, который, конечно, несомненно, возник в процессе дискуссии, это позиция в отношении оценки деятельности Тихановской и позиции демократических сил. По мнению украинских экспертов, они обозначили свои ожидания и рекомендации белорусским демократическим силам. Например, белорусскому демократическому правительству, имеется в виду объединенный переходный кабинет, необходимо создавать национальную гвардию демократической Беларуси с целью заполнения вакуума на случай обрушения режима. Белорусские эксперты обозначили следующее. Основным мотивом для народной поддержки Тихановской может стать не ее антивоенная, а более четкая антикремлевская и проевропейская позиция. В этом случае, по мнению одного из белорусских экспертов, она сможет охватить электоральное ядро в 30% с четкой геополитической ориентацией. Что касается работы последней панели, четвертой, украинско-белорусские отношения торговли и энергетика во время войны, было сформулировано здесь четыре блока вопросов, которые вы можете видеть на экране. Какова краткая предыстория до военных отношений? Это такая калькуляция в сфере торговли и энергетики. Далее, каким образом война воздействовала на двусторонние торговые отношения, включая торговлю энергоресурсами, энерготоварами? Как можно оценить масштаб ущерба на уровне национальных экономик? Третье, это каким образом санкционный фактор меняет экспортные возможности Белоруссии? Каким образом белорусское правительство, предприятие и бизнес пытаются обойти санкции? И последнее, существует ли торговля между двумя странами? Возможно ли возобновление двусторонней торговли на уровне стратегически значимых для Украины белорусских товаров? И по итогу работы этой панели были сделаны следующие выводы. Во-первых, что касается торговли, выясняется, что торговля была, она проходила на протяжении всего этого времени. И в основном эта торговля касалась, скорее всего, нефтепродуктов. Ее объем сохранился на таком минимальном уровне, я бы сказала, совсем минимальном. Мы смогли получить информацию, это не от, конечно, белорусских государственных органов, имеется в виду Белстат, который фактически засекретил эти статьи, но в первую очередь статистика от работы украинских таможенных служб. Ну и возвращаясь к выводам, вы можете здесь их видеть. Отношения накануне широкомасштабного вторжения в сфере торговли и энергетики были взаимовыгодными и взаимозависимыми. Потеря украинского рынка для Беларуси стала настоящим шоком. Украинский рынок был премиальным рынком сбыта, нефтепродуктов и электроэнергии не только. Для Украины, в свою очередь, указанные группы товаров носили важный стратегический характер. И потеря такого источника была крайне болезненной. Но в связи с соучастием в агрессии против Украины, доверие Киева было полностью утрачено. Далее, оценка масштабов потерь для белорусской стороны является крайне затрудненным из-за отсутствия открытой статистики по торговле нефтепродуктами. Тем не менее, исходя из данных украинских таможенных служб по торговле, за период с февраля по октябрь 2022 года упала в десятки раз, почти полностью прекратился украинский поток товаров в Беларусь, значительно упал белорусский товарный поток, небольшие товарные потоки отмечались по торговле нефтепродуктами. Торговля электроэнергии прекратилась полностью и фактически не подлежит восстановлению по техническим соображениям. Будущее двусторонних отношений в сфере торговли, по мнению украинских и белорусских экспертов, в большей степени зависит от политического фактора. При этом он может рассматриваться как сложный, комплексный фактор. Ну и вот здесь вот уже начало такого попытки сценарного планирования или рассмотрения будущего. Как возможность политических перемен в Беларуси? В этом случае по окончании войны все эксперты прогнозируют достаточно быстрое восстановление отношений. Однако, учитывая то, что демократические переменные в Беларуси повлекут за собой потерю выгодной схемы закупки дешевой российской нефти, торговля нефтепродуктами уже не будет высокомаржинальной. Украинскими экспертами был предложен сценарий закупки украинской нефти для белорусских НПЗ и возможность транзита нефти из третьих стран с использованием украинской инфраструктуры. Таким образом, возможно, частично компенсация утраты российского источника дешевой нефти. Кроме того, подчеркивалась возможность совместных поисков на совместные проекты, включая нефтегазовую отрасль. Во-вторых, в случае, если в Беларуси не изменится политический режим, здесь мнение экспертов разделили. Белорусские эксперты считают, что для Лукашенко не имеет значения, с кем торговать, поэтому здесь политических преград не предвидится. Но, по их мнению, все будет зависеть от политической воли Киева. И вопрос остался открытым. Возможно ли, что принцип прагматизма за определенную преференциальную скидку возобладает? Отвечая на этот вопрос по-своему, украинские эксперты отрицали возможность возобновления экономического сотрудничества с режимом Лукашенко. Считали, что политически, экономически и технически ее невозможно. Но еще раз подчеркну, минимальные товарные потоки продолжали сохраняться даже в 2022 году. Ну и на этом, пожалуй, все. Пожалуйста, вопросы, комментарии. Спасибо, Роза. Еще раз доброго дня. Радий бачити таку поважную кампанію у нас на презентації. Хотел би відмітити в продовження виступу Рози те, що у нас є зараз заява деяких депутатів про розгляд постанови про визнання Білорусі агресором. І якщо ця постанова буде прийнята, це буде трошки інший розклад. Але, в принципі, він вкладається в ті прогнози, які говорили експерти на наших панелях. Стосовно нашого діалогу на базі призми, хотів би відмітити, що дійсно цей наш білорусско-український експертний діалог, він показав себе з позитивного боку. Нам вдалося знайти чи нащупати, можливо, ті точки, які дають можливість нам почути один одного. Це не єдиний наш проєкт. У нас також є проєкт, який фінансується фондом відродження і присвячений встановленню політичного діалогу. Дехто з учасників сьогоднішньої презентації, можливо, був присутній, в онлайн-режимі на першому заході, які були присвячені якраз міжнародним питанням і ставленню до можливої окупації Білорусі, Росією. Українська призма робила презентацію дискусійної записки. Мій колега Павло Радь, може, більш детальніше про це скаже. Крім того, ми час від часу маємо зустрічі із представниками об'єднаного перехідного кабінету, а також спільні зустрічі з представниками органів державної влади, Верховної Ради, НЗС і представників білоруської демократичної позиції. Крім того, з радістю відгукуємося на пропозиції білоруської сторони і беремо участь в заходах, які організовуються вами, вашими партнерами, зокрема, і в тому числі на території Польщі. По самому дослідженню, я думаю, мені після Вадима і Рози особливо немає чого додати. Тут максимально повно розкрита сутність цього дослідження. Ну і зрозуміло, що кожна стем потребує подальшого дослідження, розширення і, можливо, деталізації. Дякую. Добре, дякую великій Ярославі. І хочу пати передати слово апаштюву спікуву. Гэта Павло Рець, молодший аналітик программи Росії Студії дворуських студій Української призми. Павло Кайласка. Нєшто не чуваць, Павло? Да, Павло, нєшто ми вас не чуєм. Калі ласка, паспробуйці змінити наладки і мікрофону, бо виглядає, що гэта нєкая технічна праблема там у вас. Так чути? Так чути, так. О, чути вже тако. Так, дякую. Дякую за надіце слово. Я тоді продовжу розвивати думку Ярослава Чорногора і трішки прийдуватися по тому, що ми зсліджували в нашому обслідженні. Варто відзначити для початку те, що після протестів 2020 року держава Лукушенка став ще більш заважена від Російської Федерації. Ну, і як наслідок Росія активувала свої плани поглинання Білорусі, зокрема, через програму інтеграції у рамках званої союзної держави. На сьогодні Кремль зацікавлений поглинання Білорусі з кількох причин. По-перше, це демографія для того, аби відтягнути поглибині демографичних проблем. По-друге, це промисловість і висококваліфіковані кадри. Ну, я думаю, тут все зрозуміло. Географія, тому що поглинання Білорусі встановить спільшити стратегічно глибину територій і практично взяти Україну в напівуточення. І це буде нести загроз не лише Києву, але й Молдову. Ну, і також це збирання земель, тому що Путін фактично намагається вести Росію так званим своєм шляхом і відновити імперію, в якій і Білорусь, і Україна є лише складовими певними частинками. Стосовно ціли Кремля, того, як Кремль намагається реалізовувати їх, то було виділено наступне цілі. По-перше, це створення проросійських партій та інфраструктури політичного впливу в рамках процесу трансформації системи влади у Білорусі. Росіяни спробували створити свою проросійську партію у 2021 році, партію «Союз». Вона не була зареєстрована, але це не означає, що намагання полонати політичний простір країни зупинилося, тому що нещодавно зареєстрована партія влади «Білая Русь» підписала муморандум по співпрацю з «Ідійної Росії». Ну і також ведеться активна співпраця з «Церкальних» російських і білоруських сил. КПРФ співпрацює з КПБ, ЛДПР з ЛДПБ, ну і так далі. По-друге, Росія намагається досягнути контролю з економікою Білорусі. Вона через кіпідацію економічної суверенітету, завдяки придбанню акцій білоруських банків з іноземних капіталів, то існує ризик, що зараз останній великий білоруський банк з іноземним капіталом перейде під контроль рознігнів. 70% білоруського експорту на сьогодні зав'язано на Російській Федерації, також Білорусь фактично потрапила у кредитну пастку. І за підсумку до цього року необхідно виплатити Росії 3,2 мільярди доларів США-кредитів боргів. А по-третє, Росія намагається впливати на інформаційне поле, аби резервувати привычні інтеграції і стимулювати розколу в суспільстві. Після початку повномасштабного вторгнення відбулася фактично синхронізація наративів білоруських і російських ЗМІ. І як наслідок, у порівнянні з вереснем 2020 року, кількість прихильників з Росією зросла з 27 до 28%. Проте варто зазначити, що за політичну інтеграцію в військовому плані виступає досить мала частка суспільства, і вона не збільшується протягом останніх двох років. По-четверте Росія намагається нівельовувати можливість покращення відносин Білорусі і Заходу і перехопити контроль над армією. Ну, зокрема, через те, що саме сьогодні Білорусь є стратегічним резервом Російської Федерації, тобто Білоруське ПК завантаження роботи для російської армії. І це буде продовжуватися, тому що вже є програма в'єдно-технічного співробітництва між двома країнами до 2025 року, заплановане виготовлення техніки, ремонт техніки, збірка для російської армії. Ну, і також заяви нещодавно про, можливо, розміщення джинної зброї. Якщо і відбудеться, то внаслідок цього Росії вдасться перекопити контроль над частиною Білоруської армії, тому що тоді саме Москва буде віддавати накази про здійснення тисячніших операцій. Якщо цього не відбудеться, то, принаймні, інформаційний вплив і пов'язування Лукашенко з Росією через інформаційні наративи активно відбудеться. Режим Лукашенка намагається вживати, принаймні, якісь заходи для того, аби мінімізувати ризики, ну, зокрема, через затягування виконання інтернаційних програм. До прикладу, були зірвані строки формування об'єднання ринків газу і нафти, нафтопродуктів, які би мали запрацювати у 2023 році. Вже, будь розмовка, те, що можливо, спільні ринки запрацюють до 2025 року. Ще, звісно ж таки, відслідковувати справжній стан виконання інтернаційних програм дуже складно через те, що інформація закрита і відбувається все в такому прихованому форматі. Друге, Лукашенко намагається посилати, принаймні, якісь сигнали западу стосовно розмороження відносин. До прикладу, в моєму році, ймовірно, відбулися переговори. Лукашенка з Дмитром Риболовлювом через Володимира Ніколаєнка, директора Білоруської компанії. Стосовно розмороження санкцій, повідно, експорт Білоруського калію через торговий тім Риболовлю в США за цінами, які були би нижчими за ринку. Також нещодавно Лукашенко звільнив Романа Пописавовичу Супію Сапегу. Звісно, це не можна вважати якомусь розвороту на Захід, в якому разі. Але таким чином, можливо, Лукашенко в справі посилається галпу. Якщо з ним спробувати вести діалог, як це робив губернатор Примор'я, полегко ж м'яко, то він може і буде готовий обговорити звільнення більш небезпечної для Сапегу. По-третє, Білорусь намагається вирватися з зовнішньо-політичної блокади. Нагладження контактів з Пекіном відбулося декілька місяців тому, принаймні спроби цього. А минулорічні підвищення дипломатичних відносинських, з Китаем до рівня всестороннього стратегічного партнерства може свідчити, якраз про те, що Китай досі зберігає зацікавлені за самостійною Білорусью. Мінськ може бути зацікавлені також у відносинах з Іраном через транспортний коридор «Північ-Південь», який може бути використований для доставки білоруських товарів у більш віддалені регіони світу, зокрема у Латинську Америку. Ну і Білорусь нещодавно звернула увагу знову на Африку, зокрема було оголошено, що Мінськ поставить до Зімбабве майже 4 тисячі удиниці тракторної техніки, але спроби на даному напрямку, напевно, варто вважати доволі маргінальними, тому що Мінськ намагається нівелювати в Росії за рахунок співпраці з країнами, які знаходяться дуже далеко і, відповідно, необхідні неймовірні комбінації для того, аби поставляти своє товаро до цих країн і налагоджувати відносини з них. Почитаєте, Лукашенко спробував зіграти роль маротворців на початку повноштовного вторгнення. Тут відбулися декілька раундів переговорів між російською і українською стороною на території Білорусі. Лукашенко знову намагався зіграти свою гру. Та що мовляв, Мінськ – це нейтральний майданчик для переговорів, але це йому не далося. Ну і після того він одразу заявляв про те, що необхідно сідати за цю переговорів, шукати якісь ситуації, які склалися. Але, судячи з усього, він вже почав відходити від цього, досить скоро від'їде. І перспективи кудальших спроб зіграти фактичну роль маротворця – вони дуже працюють. Ну і також ми надали декі рекомендації, зокрема українській державі і демократичним силам Білорусі. Що стосується України, то ми рекомендували налагоджувати співпрацю з ціма центрами впливу опозиційного руху в Білорусі. Також рекомендували українським посольствам в країнах, де найбільше чисельна білоруська діаспора співпрацювати з окордонами і білорусами в контексті донесення правильної і правдивої інформації до громадян, які знаходяться на території Білорусі, тому що це секрет, що представники діаспори чи не найбільше підтримують Україну і завдяки особистим, дружнім, родинним зв'язкам можна допомагати білоруському населенню вириватися з цією інформаційною блокною. Також була надана рекомендація, аби українські органи державної влади посилювали компетенцію і можливості білоруської позиції, зокрема через організацію строкових програм навчання і підготовки кадрів для управління демократичної Білорусі. І була надана рекомендація працівникам місцевого державного адміністрації працювати з локальними літами Білорусі в рамках процесу трансформації місцевого самоврядування, тому що з часу можливо оновлення кадрів на місцевому рівні і можливо якісь із них зможуть бійти на рівень національний. Що стосується рекомендації демократичним силам Білорусі, то перш за все, ми рекомендували розробити концепцію співпраці з уже існуючими потенційними партнерами, які будуть передбачені, конкретні кроки та ідеї, які відбувають з реальнію можливостю позиції на даний момент. Розробити стратегічний план, в якому будуть розглянуті і проаналізовані різні варіанти приходу до влади в Білорусі а також конкретні кроки реалізації державної політики в перехідний і постпередний період. Також лобіювання серед партнерів створення центри підготовки кадрів для майбутньої демократичної Білорусі і не лише в Україні, але й за кордоном з Києвома Європейського Союзу. Стосовно кроків всередині Білорусі ми рекомендували опозиції оголошувати зв'язки з чиновниками, які негативно навиштовані до режиму Лукашенка і до зближення з Росією. Таким чином апелюючи до важливості суверенітету, існування якого дозволить зберегти кар'єру. Об'єднаному перехідному кабінету запропонували механізми примирення для білоруських чиновників, які погодяться співпрацювати з цим критичним населенням. І також більш активно працювати з більшістю населення, з людьми, які дотримуються нейтральних поглядів, або чиї погляди знаходяться на тех трансформаціях. Тому що саме за цих людей Росія веде боротьбу. І втратити їх означатиме дуже серйозний удар по перспективах демократичної Білорусі. На цьому я напевно завершу. Добре, дзякує великий Павло. Ну і ми можам переходзіць до сесії пытанняў і адказаў. Калі ласка сваі пытання, ви можете писаць у чат, ви можете піднімаць руку і ми дадзім вам слова. І ў нас ёсць перші пытання учаць. Я бачу, што на ягу живу учаць даны адказ. Але я хотілася б, каб так само гэтае пытання було ў відео версії нашого с'юнішній распадкання. І гэта пытання дарозы. Наколькі я зразумела, піша ўдзельніца. Аналіз дадзіных па гандлю буў аміжаваны 2022 годам. Ці ёсь макчымась оцаніць наявнаць і абйом гандлю нафтапродуктамі на с'юнішній день? Калі ласка Роза. Ну, на самом деле, це не я оценивала, це оценивали експерты, які выступали на панели. Я її матеріровала. Але ісходя з цього опыта, можу сказати, що є оцінка тільки по 2022 году. Время проведення закритого експертного семинара – це було в ноябрі 2022 року. Нам наші участніки, в першу чергу українські партнёры, експерты, предоставили саму свежу інформацію, т.е. вони дали цифру по декабрі включительно. Уже позже, коли ми дорабатывали полиси бриф, була предоставлена інформація по 2022 году включительно, включая декабрь, где-то в районе, там оценка осталась та же, где-то в районе 320-330 млн долларов. Это в основном торговля нефтепродуктами, имеється в виду белорускі нефтепродукты, поступали на український ринок. Там большой был, разгорелся спор, каким образом. Эксперты пытались выяснить, но у нас, к сожалению, оказались в нашем распоряжении только догадки, потому что официально торговли не должно было быть. Так она не должна была быть организована, но она была, её фиксировали украинские таможенные службы. Исходя из того, что говорили украинские партнёры, я думаю, что можно это оценить, если получить доступ к открытым данным украинской таможенной службы, и, может быть, посмотреть, что может предоставить, по-моему, это Киевский институт стратегических исследований. Вот они предоставляли нам эти цифры. Я не имею права озвучивать фамилии, потому что у нас действует Chatham House Rule. Но вот таким образом пока можно оценить. Или если у нас продолжится работа с этим экспертным семинаром, то я думаю, что мы сможем в дальнейшем предоставить эту информацию, для чего, собственно говоря, мы хотели бы продолжить этот семинар. Дякую, Роза. Вадим, бачу руку, как ласка. Да, вам спасибо. Тоже хотел здесь прокомментировать. Во-первых, действительно, да, это говорили украинские коллеги, и, может быть, для тех, кто не в курсе деталей, я поясню, что в Беларуси в последние годы всё больше скрывается статистика, особенно по чувствительным подсанкционным или потенциально подсанкционным областям. И поэтому с белорусской стороны мы точно в статистике по торговле нефтью и нефтепродуктами уже особо не покупаемся, как хотели бы. Но, действительно, да, со стороны Украины нам удалось некоторые цифры тогда получить. И, действительно, это будет важное продолжение наших экономических дискуссий, в том числе и, надеюсь, и в следующем году. Хотя, к сожалению, наша экспертная и гендерная часть диалога поднесла потерю, потому что Катерина Барнукова, которая раньше работала в Бероке, а теперь работает в Think Tank Еврокомиссии, чем мы, конечно, Катерину поздравляем. Но из-за этого, боюсь, мы меньше станем слышать её. Теперь на дискуссиях. Конечно, Катерина, которая сама из Одессы представляла белорусскую организацию, тут, конечно, белорусско-украинском экспертом в диалоге была безценным, незаменимым экспертом. С таким бэкграундом у нас ведь больше нет. Но, безусловно, будем продолжать. Самые-то экономические дискуссии нам нужны. И я вижу, тут есть уже и другие руки. Только хотел напомнить Полина, которая задавала этот вопрос. В принципе, тоже было бы интересно твой какой-то фидбэк, комментарий услышать. Может быть, по итогам того, сколько уже времени прошло с наших дискуссий. Может быть, сейчас, поскольку ты сама плотно занимаешься белорусско-украинской темой. Если созреешь потом дать какой-то комментарий, фидбэк, тоже буду благодарен. Ну, в начале был Юрий Юркевич. Я после него. У меня много вопросов к Павлу. Я читала подписи бриф, который сделали наши украинские партнеры. И это касается, в первую очередь, оценки интеграции и уровня сопротивляемости лукашенковского режима так называемому союзному государству. Там, где вы писали о создании Национального налогового комитета, вы отмечали, что, так как он не был создан и договор не был ратифицирован, то, значит, это является доказательством сопротивляемости, определенной сопротивляемости режима Лукашенко против этой союзной интеграции. Но я хотела бы здесь даже не задать вопрос, а прокомментировать, в первую очередь, что само соглашение, оно было подписано, и я подозреваю, что оно все-таки было ратифицировано. Это, во-первых. Во-вторых, создание Национального налогового комитета само по себе на самом деле не является важным. Важнее гораздо было то, что была создана интегрированная система администрирования косвенных налогов. То есть это соглашение уже работает. Если оно не будет работать, белорусское правительство не получит отмену налогового маневра. Поэтому там привязка очень... Поводок там короткий. И этот поводок работает уже. Это можно было оценить потому, как поднялись акцизы в Беларуси. Они просто-напросто были унифицированы вместе с российскими. Это доказывает, что данная дорожная карта имплементируется. И вот это вот Национальный налоговый комитет, это шум, который поднял Лукашенко, дабы отвлечь внимание от реального состояния дел и продемонстрировать свою так называемую сопротивляемость украинским партнерам. А вот что касается сути проблемы, суть проблемы заключается в том, что там все хорошо у русских. Спасибо. Спасибо большое. Павло, Тимоша, хочется сразу прокомментировать, потому что до вас была реплика. Я скажу несколько слов. Конечно, имплементация этой программы находится на довольно уже просунутом уровне. И, напевно, целью моих слов было не показать то, что данная программа не имплементована, а то, что, ну, принаймні, какие-то минимальные спробы для того, аби… даже если их продемонстрировать и вытягивать имплементацию, аби они были помятны. Потому что по других программах интеграции достаточно мало информации, мы не можем точно сказать, что они имплементуются, или нет. Судя из-за чего, некоторые из них еще досы не были и не перебывают в процессе розгляда. Но, все-таки, певные натики и намагания с боку режима Кашланка присутствуют. Вообще, снова-таки, я поручусь с тем, что паня Роза сказала. Доброе, дякую великое, господин Павло. Паня Юра, может, спробуем еще раз? Может, зараз у вас… Ну, это спробуем. А вот зараз мы вас чуем так, выдатно. Коли ласка. Добронько. Я… да, я директор Федемхаус Украина. И давайте я перейду на русийскую мову. Вот такой вопрос. Может, даже у меня два вопроса будет. Один более развернутый с комментарием, второй более конкретный. Давайте начнем с более конкретного. Возможно, это будет коллегам из Украины. Какие, вы думаете, будут конкретные наступства, да, последствия того решения, чтобы признать Республику Беларусь страной-агрессором именно в разрезе прав граждан Беларуси в Украине? Ну, например, самое элементарное, то, что я сразу с головы возьму, да, там новый закон о медиа, который начал работать с 1 апреля, с 31 марта. Там есть конкретно там девятая часть, которая касается военного положения. И там, в общем-то, подпадает целый ряд СМИ, в том числе СМИ, которые там принадлежат гражданам Беларуси. Ну, например, трибуна, да, небезызвестная СМИ, которая там принадлежит гражданам Беларуси. И они в этой ситуации уже находятся на грани, да. То есть они туда попадут. Второй вопрос у меня более общий. Я думаю, это для дискуссии. Что касается вообще, как вы видите роль, какой вы видите роль гражданского общества, которое, безусловно, имеет свои ресурсы. Вот формирование такой совместной стратегии противодействия российской агрессии в Украине. Вот из того, что я вижу сейчас в дискуссии, в диалоге между белорусскими гражданскими инициативами, организациями украинскими, есть, с одной стороны, вот очень конкретное предложение по поводу поиска и оказания помощи украинским детям, да, насильственно перемещенным и депортированным в Республику Беларусь. Это та тема, которой занялся Национальное антикризисное управление, Павел Латушка и его визит недавний в Украину, встреча с генеральным прокурором, какое-то освещение этой проблематики в украинских СМИ, и дальше выход на подалека. То есть есть как бы предложение, с одной стороны. А с другой стороны, вот тут Полина Бродик тоже присутствует. Она раньше работала в ЦГС по проблематике, в том числе, как я понимаю, политических заключенных. Есть запрос со стороны Белорусского гражданского общества помочь проконсультировать как-то по проблематике, как доставать политических заключенных, как вести переговоры, меняться каким-то опытом. Как мы вот еще раз повторю вопрос. Какую вы видите роль гражданского общества именно? Тем более, тут еще есть эти разные треки. То, что делает Павел Латушка, оно очень политично. Это и больше политический диалог. И оно не всегда поддержано снизу. То есть в Украине в общественном дискурсе эти вопросы депортации украинских детей в Республику Беларусь, они есть, но они представлены недостаточно. Хорошо, спасибо большое, господин Юрий. Давайте начнем все-таки с первого вопроса. Что будет значить, когда Верховная Рада принимает постановление о том, что Беларусь является страной с агрессором для беларусских гражданин, для права беларусских гражданин? И давайте, пожалуйста, начнем с отказа Ярослава. Дякую. Ну, насправді не спів агрессором, а агрессором такая норма передбачается. И я сгоден с паном Юрием, в его вопрос уже была певная ответственность. Звичайно, по умовах військового часу обмежения прав громадян Беларуси будут мать еще более жесткий характер. И, в принципе, как пример, мы видим сегодняшнее подписание президентом Украины Зеленским закону про заборону импорта и разочарование видовничной продукции из России и Беларуси. Таким чином мы видим, что в украинском политическом дискурсе Беларусь максимально наблизилась и то тоже на Россию. И, соответственно, весь этот возможный негатив, который относится Российской Федерации, он автоматически переходит и на Республику Беларусь. Мы понимаем, что не все украинцы принимают всех беларусов одинаково. Но такое место есть и наше исследование показало, что это важное и сложное вопрос. И, ну, на пересечном гражданину сложно понять разницу между просто Беларусом и представником Республики Беларусь, а сгоден он или не сгоден с политикой режима Лукашенко. Это уже вопрос второго. Конечно, такая инициатива, как наши по экспертному диалогу, и другие наши инициативы по политическому диалогу, они спрямованы на то, чтобы все-таки разделить охранников режима Лукашенко и Беларуси, решта Беларуси, и, окрема, политический актив Беларуси в виде демократичной опозиции. Ну, и позиция украинской призмы как раз поляга в том, что след однозначно поддерживать демократичную опозицию, и мы контактуем с Латушкой, с Народным антикризовым управлением, и с Кабинетом, и с другими организациями, и я был на встрече с Латушкой во время его визита в Киев. Ну, хочу сказать, что, ну, возможно, дещо однобоко висвитивалось в прессе, но, например, на минулому неделю у нас был круглый стил, который был за участие Валерия Ковалевского, представника Кабинета из-за кордонных справ, и Валерий также был встреч с Подоляком. Да. Да. Тому это, в связи с Подоляком, не є это, это, таких, мецных и продуктивных связей между полком Костюся Калиновского, и, например, объединенным перехидным кабинетом. Ну, для себя я бачу завдание, возможно, восприять цему діалогу, и я думаю, что там наши заходы, не знаю, чи ближчим часом, ну, в ближайшие несколько месяцев, мы организуем заходы с представителями Кабинета, с возможностью контактов с украинской стороной на политическом уровне. Дякую. Ну, на всі питання, можливо, не відповів, але, ну, дякувація непроста. Дякую велике, пані Ярославе. Пані Павло, вы хотите что-то дать по-першему питанию? Нет. Я, хіба, коротко відрефлектую, погоджусь с тем, что сказал Ярослав, потому что, например, сьогодні приехать в Украину для командирного Белоруси – это величезный ребус, и люди достигаются с большим переходом. И, я гадаю, что, якщо далее продолжать оттяжение Белоруси и Руси, то ситуация остается более плохой и более сложной для командирного Белоруси и Украины. Добро, дякую. И тогда другое питание, что может сделать белорусская гражданская супольность, правильная памятую. Пане Юре, вы можете меня поправить, ласкали, в двух часов. Не, я не думаю, что питание в том, что должно сделать белорусскую супольность, грамадзянская. Я хочу на увазе этот диалог повинен не только на политическом взрывне, а также на взрывне между грамадзянскими организациями або двух краин. Тут повинен быть интерес. вопрос о том, найти тот момент, когда ЦГС, изменения або остальные организации, они заняты своими справами. в Украине зараз иншие приоритеты. Для них вельми тяжко, вельми важко найти такие пункты, где можно допомогать белорусам. И я до того, что все ж таки, когда вы говорите про, когда мы говорим в целом об этом диалоге белорусско-украинском, мы должны делить особое внимание именно гражданскому обществу его роли формирования этой стратегии, потому что политики имеют свои очень узкие, конкретные, ограниченные во времени цели, которые они решают. Значит, снизу с ГРАССРУЦ от понимания отталкиваясь от прав человека можно много чего добиться, исходя из общих интересов. Мне кажется, вот эта тема про украинских детей, депортированных на территорию Республики Беларусь, это одна из таких, но таких тем, может быть, больше. Да, спасибо. Кто-то хочет из спикеров прокомментировать? Возможно. Ну, давай, может быть, я коротко отвечу. Каполина, я сам же предлагал выступить, там же не хочу украсть время, странно. Да, я полностью согласен, условно, с тем, что Юра сейчас сказал, потому что, действительно, абсолютно понятно, почему, в общем, у украинских властей и общественных организаций, почему у них хватает еще других тем, более приоритетных, и, в общем, война каждый день систему подкидывает, будет подкидывать, и, понятно, когда там происходит подрыв Косовской ГЭС, говорить, а вот почему там, понимаешь, все организации в этот момент не занимались вопросами белорусов, ну, как бы, понятно, что это совершенно неуместно. И поэтому там, мне кажется, из-за чего там вот эта ситуация, вполне понятно, практически, и с какой-то там моральной точки зрения, в общем, да, логично, почему это, может быть, в большей степени должно быть инициативой белорусов этим заниматься, устраивать, да, такие диалоги, действительно надо смотреть, какие-то, можно расширять форматы и направления, потому что, ну, понятно, когда мы, значит, собрались поговорить с экспертом, логично, что может быть результатом разговора экспертов, ну, вот, экспертный текст, экспертные рекомендации, понятно, на то, как бы аналитики собрались, понятно, если говорить на там разных уровнях, это может быть и очень такие практикоориентированные диалоги, которые, не знаю, собрать словно, правозащитники поговорили на конкретном уровне, что конкретно они собираются делать, какие там, вполне полевые работы производить, в общем, и уж тем более, мы можем тут дальше много чего продолжать, поэтому, да, мне кажется, то есть, когда мы начинали этот диалог, я уже кратко упоминал, что, помимо всего прочего, для меня здесь был такой определенный вызов в том числе в том, понять, а вообще во время войны насколько возможно вот таким вот образом выстроить конструктивный диалог, и мне казалось, что если мы поговорим, это уже вообще будет неплохо, но, да, в процессе амбиции обоснованно расширились, я вижу, что сам разговор это удаются, и поэтому, да, важно думать над тем, как будем расширять и темы, вот уже и в часе, и до этого мы обсуждали, что, понятно, вот с теми четырьмя топиками, о которых мы сейчас говорили, которые представлены в пейпер, ну, очевидно, интересы не исчерпываются, очевидно, что будем расширять и темы, и составы участников, и форматы, и форматы семинаров, ну, и форматы того, на что по итогу мы будем выходить, будет больше, policy brief, policy paper, это будут какие-то практикоориентированные еще больше рекомендации, это будут конкретные стратегии, или это будут конкретные сценарии, в общем, есть разные варианты, это, я думаю, то, над чем мы с удовольствием будем работать в следующем, так сказать, экспертном сезоне. Дякую великую, Роза, что сте по гэтаму пытаню ци? Я хотела бы после Полины выступить, если можно. Добро, окей. Я думаю, что-то конкретнее скажет. Главное, чтобы Полина работала на микрофон. Коли ласка, я зло назову бинвейтинг про Полину Бродзик. Прошу. Дякую великую, да. Полина Бродзик про Беларус-центр. Ну, по-перше, дякую великую коллегам за такую цыдовную инициативу и за презентацию сегодняшнюю, я сподзючу, что она будет досяжена таксамую письмо в форме. Коли вы про гэты казали, на пачатку я выбачаюсь. Полина, посмотрите в чатике, даже ссылочка есть на текст. Да, прошу. Дякую, дякую великую. Я тебе еще потом пришлю лично. Добро. Что хотела сказать? Ну, по-перше, с моменту, коли мы совмакалися у межах гэтых дискуссий, я бы просто хотела подкреслить позитивную динамику, якая отбывается у сласунках между беларускими и украинскими экспертами и нават политиками и в украинском загрнодавчем поле цы прынамси миграцынной политцы, якая стасуется беларусу, які знаходятся там. Не гляньше на то, што проблем еще великая колькасть и, конечно, ставленный до беларусов застается невельно позитивным, але не меньше мы бачим, што прогресс есть. И отбывается это дякуючи и вашей праце, и праце волонтеров, и доброходников, які знаходятся внутри краины и протягают допамагать Украине. Что я хотела сказать на конд кропок пересечения, максимум, какие могут быть окремя политычного треку. Саправды, слушна тема политвязня была закранута Юрием, и она насамрач уже обмерковается помеж грамадзянской супольности Беларуси и Украины, безумовно таму, што в Украине уже есть позитивный там лику досвид, хотя он и адрознивается по многим чынникам от беларускага. Карденцына Рада Беларуси проводила не так давно слуханье по теме политвязня, у яких удельничали у тем лику и процедавники Центру грамадзянских свобод. Измена была запрошена и инши организации, и я бы сказала, что с боку украинских коллег за усёда есть ожидание удельничать и уплывать, допомогать, на то, что на сегодняшний день, конечно, падея, яки отбываются в Украине, яны запираются весь их вольный и невольный час, тем не менее, яны за всюду открыты до кооперации, и такая коммуникация отбывается. На политичном узроне так само, калі мы кажем про политвязню, ёсць махчымаць супрацы, я бы так это назвала, потому што гэта не асабліва ведомая тема для обмеркованію, в уголі про гэта в Украине не шмат казалі, не ў свой час, калі яны толькі з'являліся не тембольж зараз, але сарод беларускіх политвязню ёсць паўная колькість украинскіх грамадзян, ціто людей з украинскімі своя каміті, то, ну, адповідно людзей, які ўдзельнічыли ў партызанскім рухі на патрымку Украины. І калі мы кажем про украинскіх гармадзян, які на сёнішній день з'являюць гэта якраз такі першы крок, які мог бы быть карызным ў пэўным сэнці карызным для абодзь влубаков. Із гэта можна було б якраз такі такова кшталту супрацу і распачаць. Гэта дискусія ведзіць ўжо разам із народными дапутатами Украины. І я спадзіюся, што тягам бляжайшого года з'е будзі паўна плён. Дзякуй. А, апошнія пытання ў мене ёсць до Ярослава, калі ёсь махчымасць, калі ў вас ёсць некі дадзіны статистичны на конд гармадзянскай думкі стасоўна беларуса в ў украине на сёнішній дзень. Ті былі некі замеры, поділітеся, каліаска. Бо ёсць вельмі цікаво ведзіць. Дзякуй великий, Поліна, Роза Каліаска. Ну, собственно говоря, я думаю напрашиваць. Юра, спасибо большое, что вы задаёте этот вопрос. Скорей, вы даже не вопрос задаёте, а задаёте направлении работы. Моё предложение следующее. Конечно, стратегия противодействия необходимо. Противодействие по всем направлениям я имею в виду в первую очередь, конечно, пропаганде русского мира. Я считаю, что, и это моё предложение, и если согласитесь, то я бы хотела бы участвовать в организации такого рода мероприятий, потому что есть определённый уже опыт, не только этот, но и до того. Во-первых, надо, мне кажется, провести диалог медиа, белорусских и украинских медиа. Вот такого рода. Сделать его, возможно, смешанным с экспертами и с политиками, но в центр поставить медиа. Сделать то же самое, что касается прав человека, то же самое, сделать такой же диалог, поставить его в центр внимания и туда пригласить не только... Понятно, что представители неправительственных организаций, правозащитных, должны быть в качестве таких основных получателей, да, стейкхолдеров. Но там должны быть эксперты и политические акторы, которые должны обсуждать не только торговлю, понимаете, или войну, а должны обсуждать именно конкретную данную тему. Как мне кажется, необходимо организовать таким образом этот диалог. Он будет одновременно экспертным и не только экспертным. Это с точки зрения выработки стратегии противодействия и пропаганде, и улучшению общественного мнения, и улучшению работы по части консолидации гражданского общества Украины и Беларуси нацелены против российской вот этой вот диверсии, как это там, диверсиях, да, различного рода там, политических, идеологических и так далее. Вот. Ну, это просто мое такое предложение. И третье, обязательно сделать что-то по языку и культуре. Может быть, даже по истории, но об этом надо подумать отдельно, потому что исторический, диалог по истории надо делать так, не во время войны. Это надо делать позже. Немножко. Да, по истории это прямо уже глубокая тема, да. Нет, там как бы могут возникнуть такие, надо более спокойные обстановки это обсуждать. Это показывает даже белорусско-польский исторический диалог, белорусско-немецкий исторический. Да, да, да. Он это показывает. Это сложная история. А вот что касается языка и культуры, тоже в этом смысле необходимо что-то придумать и сделать. Но это не значит, что мы историкам всем должны рот закрыть и сказать, что сейчас вам не время, ваше время еще не пришло. Нет, ну да, мы сейчас говорим о наших социалитетах. Это то, что мы не охватили, это то, о чем сказал Кристофер, да, что мы не все, мы не брали на себя, извините меня, обязательство закрыть все направления. Но то, о чем сейчас сказал Юрий и то, что делает сейчас координационный совет, которые там, я не знаю, все что-то про него так нехорошо говорят, они много чего полезного и хорошего реально делают. Вот. То есть я просто хочу предложить сделать это, ну вот именно организовать вот эту диалоговую площадку по всем разным направлениям, но именно с такой целью, чтобы не одни НПОшники собирались между собой, общались, поделились своими бедами и все, а призвать сюда экспертов и политических акторов, чтобы они отвечали на вопросы НПОшников, почему это не происходит и как это можно организовать, улучшить эту ситуацию. То же самое, что касается медиа. Не просто, что собрались украинские и белорусские независимые журналисты, поговорили друг с другом, поохали, поахали и разошлись. Смысл диалога заключается в том, чтобы синергию организовать сюда, а надо пригласить тогда экспертов и политических акторов с тем, чтобы те тоже отвечали на этот вопрос, где и как не надо вестись на русскую пропаганду и на деятельность фабрики троллей. Мне кажется, чтобы это било в эту точку, а не просто, ну было просто одним из хороших, позитивных ивентов, после которого мы как бы расходимся каждый в свою сторону. И тогда, да, я согласна, Юра, и тогда, возможно, выработка стратегии. Без политиков и экспертов нам не обойтись. Хотелось бы без них обойтись, но не получается. Вот. Такова моя мысль. Возможно, я не права. Дякую. яка белорусская по походжение, яка изъявляется политично увязненной, зневоленной в Крыму. И она гражданский активист, гражданская журналистка, которая очень плотно сотрудничала с украинскими СМИ и сотрудничала со зминой. Так, как я и Freedom House займается проблематикой политичных зневоленных в Крыму, могу вам сказать, что у адрознене от крымско-татарской громады яны не маюць семья в этой полезне воленой, она не мая некой патрымки, хворые батьки, мать и батька, инвалиды, и фактично потребуют паллиативные допомоги, и за того, что яны не ёсь часткой громады, крымско-татарской, там, яны переселенцы из Беларуси, из Витебской области. Я думаю, что яны уже грамадзяне в Украине, были на момент оккупации 2014 года, они потребуют допомоги. И это, может быть, так само кроком доброй воли, некая компания сбоку беларусов в патрымку Ирины Дняловича. Дякую, когда можно кротко зараз задать, потому что добрый приказ того, как у таких долговых плацовках может вздыматься часом такие проблемы, которые потребуют, как я сказал, мне не фолицы пейперы, они потребуют медической допомоги конкретным людям, конкретным батькам. Это, наверное, важно. И, честно, рекомендации могут быть такие, не только про политический диалог, а про такие, просто идеи. И, да, я бы хотел так само признать то, что сказала Роза, бо мы, может, когда думали над наступным годом, так само, да, обратали увагу, что это история, но темы национальной идентичности и строительства, где культуролога могу сейчас рассказать, это очень важно, но это также добрый приказ того, где не только экспертный диалог, но и именно политический диалог, потому что Алина Ковшик, которая теперь, которая занимается вопросами национальной идентичности, она и ездила в Украину, и налаживала диалог, и были контакты, и, мне кажется, это просто пример того, кого, конечно, интересно было бы сделать дискуссию не только из-за русско-украинских экспертов, но и и Алину запросить, и так само таким большим политическим инспекциям мерковать. Поэтому мы на наступный год будем над этим думать, потому что это проблема, и главное, это бывает, как на какое-то время попало и capacity, и так само закликаем всех охотных, мы тут открыты, да, супрацы, там, есть наши контакты у всех именей, и Розы, и в программе, и в фейсбуке, и на сайте наше мнение, так само там есть внизу мэйл, таму, обовязково, если есть конкретные предложения, так само пишите, это было бы цикало поглядеть, мы тут открыты за взаимодействие. и так, дякую по линии Юрашу за вельми добрые, важные комментарии и питания. Добро, дякую великим, нагадываю, что Поля Сибрив, белорусско-украинский экспертный диалог, будущее двусторонних отношений, вы можете прочитать на сайте фонда Фридриха Эберта, а так само на сайте нашего мнения. дякую усим присутным за ваше питание, за вашу делу, дякую за то, что нас глядели, и до новых сустрашок. И дякую Антоне, дякую Просклубу за допомогу у организации этой презентации. Як без этого? Дякую.